добрый день уважаемые пчеловоды мои подписчики гости моего канала давно я не был не показывал вам ничего сегодня 29 я отдыхал теперь решил посмотреть как мои пчелы работают запечатали ли эти рамки план построить когда откачат ну скорее всего до медового спаса где-то перед медовым спасом будем откачивать судя по всему рамки должны быть запечатаны но мы уже посмотрели верхний корпус если я вам покажу верхний корпус допустим видите рамка не запечатана вот она не запечатана залита но не запечатана не могу я откачивать ну вот видите даже с трудным расплодом вот видите частично запечатана частично нет но еще время есть у нас до медового спаса они сейчас посмотрим второй корпус вот второй корпус посмотрим отодвинем рамочки вот такая обстановка у нас в этом году ну вот здесь более-менее видите первый корпус нормально челки его спокойно работает запечатывает немножко есть трудный расплод трудный расплод знаете почему получается потому что у меня решетка не лежит она гнездовом корпусе корпусе решетка у меня перед корпусом где отводок поэтому матка немножко заходит на этих перемычках она ну вот допустим по первому корпусу откачивать можно второй надо ждать чтобы он был запечатан ну давай поставим все равно вот почему мы днем стали смотреть с утра шел дождь вот мокро мы ходим по мокрому пчелка солнце выглянуло и пчелки стали летать вот такая обстановка сложный год ну тем не менее мед будет все равно как я моим подписчику мне звонят спрашивает будет мёд я говорю мёд будет так теперь поставим на место корпус довольно тяжелый можно было посмотреть так аккуратненько опа ловили момент поправили так челки работы так ну вот еще посмотрим другую семью взяли в другую семью посмотрели нам же надо все таки анализ какой-то провести на пасеке когда начинать вот вторую семью эта семья уже лучше запечатали рамки здесь как будто она и готова вот сейчас посмотрим эти рамочки ну вот видите уже уже с таким количеством запечатывания рамочек уже можно этот мед и откачать видите довольно такая полновесная рамка это вот верхний корпус так неплохо эта семья в принципе готова вот такое положение дел по корпусам по запечатанию должно быть где-то числа 10 июля вот как обычно мы откачаем этот мед в магазинах и потом ставим на место эти магазины уже откачанные с рамками откачанными и они собирают и вот такое должно быть положение дел уже в июле перед основной откачкой уже последней но в этом году все не так пошло поэтому будем сейчас не откачать этот мед будем ждать уже основной откачки по всей пасеке это перед вот медовым спасом там числа 10 начнем 12 будем откачивать так посмотрим первый но это второй корпус аккуратненько снимаем аккуратненько мюта достаточно ну вот что тут настроили семья молодец и строит так сейчас мы немножко ну здесь молодцы видите тут запечатан первый корпус он обычно спечатается лучше быстрее вот видите несмотря на то что у нас решетки же нет на гнездовом корпусе перед магазином а маточка сюда не заходит это вот качество семьи хорошее и эти семьи такие я берегу и от них делаю потом отводки в следующем году буду делать уже от этой семьи она вот показывает себя хорошо и мед собирает сейчас еще одну рамочку посмотрим ну вот видите как хорошо запечатано медик льется то есть все хорошо в этот такие семьи нужно нам беречь от этих семей будем нуклеусы брать яйца с этой семьи нуклеусы будем делать отводки ну вот это семью вот я показал аккуратненько это семья вот это все должно быть где-то к 10 июля должно быть и я должен был откачать но этот год год вот хотел сказал гад год так вот себя повел решетку надо обязательно решетку обязательно потому что маточка может туда перейти ну учитывая что мед меньше и в этом корпусе стук придется вот так так ну ну эту семью посмотрели ну вот еще одну посмотрим чтобы имели ввиду ну вот как у меня медосбор все-таки концу это две двадцать девятого июля все таки уже можно сказать главный взяток кончился тут немножко есть и медосбор солнышко выглядывает они куда-то летят потом дождь потом снова солнышко ну вот так и в перерывах они куда-то летят что-то приносит я пытался трясти рамки брызжет из рамок что-то летит значит они что-то приносят ну скорее всего это идет им на расплод на развитие расплода на рост может возможно работы которые нужно запечатать мёд это тоже нужно нектар так ну вот еще покажем и но у нас есть такие семьи еще ну бывает когда мы не уследим за отводками и бывает сильный отводок он роится не уследили за этим отводкам раилась и вывели они себе молодую маточку это вот основная семья это вот отводок ну что мы делаем ну ставим магазины на основную семью два магазина поставили на эту одну семью не надо можно посмотреть вот как идет развитие вот как они собирают мёд в этих семьях вот можно посмотреть ну давайте отводок посмотрим как развивается отводок магазин поставили в отводке один магазин молодая маточка ну посмотрим ну вот мёд не запечатан но в рамках он даже мисочка есть ну может запечатать я думаю запечатает какой-то нектар собирается вот еще и строит языки ну вот даже что-то запечатает уже то есть собирается ну вот все рамки ну вот все рамки в принципе они вот видите заполнены нектаром но одна проблема в этом году вот погода не дает запечатать а чтобы запечатать надо чтоб ну постоянно поддерживающий взятый какой-то был чтоб надо было пчелам работали железы чтоб они могли запечатать крышечками мёд так сейчас мы посмотрим в гнезде как гнездо развивается ну вот оно видно если сверху показать и вот рамочки побелены в принципе отстроены вот ставили мы им видите отстроены неплохо хорошо отстроены вот тут вот яйца лежат внизу вот так работа идет вот рамочки где овощину я ставил ну вот мёд собирается строят ну если они строят значит какое-то поступление нектара идет где-то они находят ну в принципе я доволен тут обновленное гнездо такое получается можно посмотреть эту крайнюю молодая матка вывелась пока она стала облетелась ну то есть прошло время нам уже и расплод и яйца есть вот они собирают уже тут запечатают на зиму себе подготовить подготовили ну мы мёд этот заберём пересортируем гнездовые рамки возможно докормим и сахарным сиропом зима и семья очень хорошо пойдет зима так посмотрим основную семью ну вот это такой получился от водок роился не усмотрели заходку не усмотрели сейчас посмотрим основная семья там выбилась маточка так посмотрим как они собирают ну вот в основной семье та же картина видите мёд не запечатан рамки полные это вот второй там в тех семьях где мы смотрели там уже запечатаны понимаете там запечатаны здесь и все-таки отстают значит сила семьи здесь меньше там сила семьи идет от отводка к основной семье пчелы добавляются и магазины заполняются и строятся лучше здесь вот второй магазин видите недостаточно гектар есть но ну и довольно корпус тяжелый но он не запечатан так а что в первом здесь должен запечатан быть удивительно здесь не запечатан эти отстроены рамочки ну почти отстроены видите залиты залиты не хватает сил то же самое отстроят заливают так что там этот прижал пчелку что там посмотрим гнездо ну вот есть но не запечатан ну вот гнездо у нас тоже тут неплохо беленько светленько все рамки которые ващину ставили гнездо обновили гнездо ну не будем тревожить их в принципе они работают здесь ну слабовато вот в такой ситуации когда раится отводок допустим видите что здесь хуже здесь и не запечатан ну что-то соберут возможно запечатают и мы откачаем этот мед вот в такой ситуации лучше того не доводить чтобы роился отводок чтобы мы не скомплектовали такой медовик лучше так не делать все-таки здесь меду будет больше мед будет зрелый видите запечатан мед будет вовремя здесь не очень ситуация в таком положении не очень ситуация ну вот сегодня 29 еще раз повторяю июля ну вот такая ситуация на пасеке что я хочу сделать уже какой-то вывод когда мы будем начинать откачивать мед я вам конечно покажу это все но вывод конечно не очень хороший мед будет в принципе продадим на рентабельность выйдем мы вот но ожидалось конечно что июль будет хороший месяц теплый солнечный тогда пчелы хорошо работает работает носит нектар складирует его получается товарный мед и вот товарные эти магазины корпуса с медом радует глаз пчеловода его работа как-то уже достойную оценку получает человод от такой работы ну в этом году вот так ну мы не падаем духом настраиваемся уже сейчас настраиваемся на следующую работу уже в следующем году надеемся что природа не подведет как говорится есть закон борьба и единство противоположностей значит один год будет хороший второй плохой снова будет хороший может плохой ну чередование такое в природе так что до свидания подписывайтесь ставьте лайк до скорой встречи будем работать дальше